МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, меня зовут Илья Лазерсон, и это программа «Обед безбрачия». Завтрак безбрачия, ужин безбрачия, и даже полудник безбрачия. Сегодня, друзья, я в рамках нашего очередного кухонного приготовления покажу вам мужское блюдо, которое называется «Кнедлик». Чешская штуковина, не бойтесь ее, такая основательная. Будет у нас штука лежать на тарелке с грибным соусом. Ты любишь изысканность? Не смотри. Мать вашу, где салфетки? Ты ценишь утонченность? Не слушай. Женщинам смотреть не рекомендуется. «Обед безбрачия». Я пока возьму булку. Это обычный батон. Уже продается нарезанным. Возьму также я кастрюльку. Налью в нее воды, и пусть она пока закипает. Очень интересное блюдо. Это Чехия, друзья, потому что «Кнедлики» готовят именно там, в Чехии. Вот что я сейчас сделаю. Я сейчас срежу корочки с батона и нарежу батон кубиками. Можно сразу несколько кусочков, конечно, обрезать. Вы сейчас все увидите, что будет. Блюдо простое, нехитрое, но интересное. Таких подходов, скажем, на нашей территории нет. Корочки нам не нужны, потому что здесь все должно быть очень однородно. Поэтому корка не нужна. Вот. Я еще сейчас сделаю серию кусочков. Пусть будет побольше у меня этой массы для «Кнедликов». «Кнедлики» бывают разные. Это что-то такое мучное-хлебное. Они бывают и картофельными, «Кнедлики». Ну, те мужчины, которые в своей жизни прочли больше одной книги, и которым в процессе такого чтения попался Ярослав Гашек с его знаменитым романом про бравого солдата Швейка, могли часто встречать упоминания о «Кнедликах» именно в этом произведении. Потому что все-таки это чешский писатель, и он не мог там не упоминать об этом блюде. Кстати говоря, в солдате Швейке очень много упоминаний о еде есть. А теперь булку я нарежу, посмотрите-ка, вот такими кубиками. Вот я бросаю эти кубики в миску. Теперь я начну добавлять сюда некоторые продукты в эту миску и буду делать, ну, что-то типа теста, если хотите. Только, видите, тесто не из муки, а из хлеба я все-таки возьму побольше миску, потому что мне важно, чтобы я мог здесь еще руками, так сказать, оперировать. Возьму теперь я зелень. Я возьму петрушку. Достаточно много петрушки. Вот так вот сорву ей голову. Сполосну ее. И нарежу. Петрушку можно отжать, потом еще и на салфетке ее отжать. Вот так всегда, когда вы помыли зелень, посмотрите на меня. Взяли кусочек полотенца бумажного. Вот так завернули зелень. И как фокусник, бац, и нету зелени. Вот так надо ее в руке спрессовать. Тогда вся влага уходит в салфетку. Зелень получается сухой. Она не будет тогда прилипать к доске, к ножу. И я сейчас петрушечку эту вот так вот нашинкую. Отправлю ее к хлебу. Я возьму также немного черного перца. В свойственной мне манере я его раздроблю плоской стороной ножа. Перец будет ароматным. И положу в хлеб. Не забуду про соль. Я сразу посолю воду, между прочим, чтобы не забыть это сделать. Теперь я сюда отправлю яйцо и муку. Значит, на это количество хлеба я добавлю два яйца. Здесь примерно один батон, только без краешков. Два яйца. Хорошую жменю муки. Вот такую вот жменю. И дам для начала немножко молока. И теперь я ручками вот так вот буду это перемешивать. У меня получится такое вот странное тесто. Сейчас здесь хлеб немножко полежит. Еще. Первый этап готов. Здесь все продумано и просчитано. У свиньи четыре ноги. Здесь нет места неожиданностям. Две ноги передние и две ноги задние. Мужская логика на мужской кухне. Обед безбрачия. Я сейчас намочу руки. Чтобы мои руки были мокрыми, тогда к ним не будет прилипать тесто. Снова возьму, сделаю вот такой вот шарик из этого теста. Но он размером, как может быть, с теннисный мячик. И аккуратненько эту штуковину опущу в воду. Кипение здесь не сильное. И вот эта штуковинка будет так вариться. Я сейчас думаю, что три штучки я смогу сделать. Вот такие будут большие мужские яйца. Кнельки такие, шарики. Мужчины плохо, конечно, могут чувствовать себя с тестом. Но вот это тесто весьма простое. Здесь нет такого явного теста. Не надо ничего долго вымешивать. Ну, хлебное тесто, так называемое. И вот вполне спокойно можно освоить приготовление вот такого вот изделия. И вот сейчас мы будем аккуратненько, аккуратненько эти штуковинки варить. Но согласитесь, что этого мало. Это еще не блюдо, это еще просто некая болванка. Потому что здесь нужна сочность. Здесь нужен соус, потому что всякая хлебная штука предполагает соус. Правда, вкусно всегда хлебом вымакивать какой-то соус. А это, по сути, вот такое вот хлебное изделие. Только более забавное, что ли. Теперь я буду делать соус. Я возьму сухие грибы. У меня вот есть немножко сухих грибов. Они тонко нарезаны и высушены, поэтому такие грибы варятся быстро. Вот так. Сухие грибы начинают потихонечку вариться. И кнедлики себе стоят здесь тихонечко. И начинают уже... Вот они всплыли уже. Они поначалу утонули. А вот теперь они уже плавают. Видно, что они уже плавают кнедлики. Теперь я беру луковицу. Хорошую. Жирненькую луковицу. Я сейчас ее очищу. И нарежу. Ну, какая мужская еда без лука? Вот манная каша, поэтому не мужская еда. Потому что в ней нет лука. А лук это такой мужской очень атрибут. Я считаю, что мужчинам всегда с луком приятно работать. Я его меленько нарежу сейчас, этот лук. Это уже началось приготовление соуса. Ну, как я меленько могу нарезать лук? Смотрите. Я прорезаю луковицу вот такими параллельными надрезами не до конца. Видите, они еще удерживаются. Потом я делаю надрез перпендикулярно, не до конца. Вот так. А теперь я луковицу начинаю нарезать кубиками. Это один из подходов к нарезанию лука. Вот он лук. Теперь я этот лук начну медленно томить в сковородке. Я сейчас поставлю глубокую сковородку. Вот такую вот. и добавлю сюда растительного масла. И лучок я сейчас буду определенным образом готовить. Вы посмотрите, как. Посмотрите, как хорошо варятся мои вот эти вот штуковины. Они не рассыпаются, потому что я плотно перемешивал тесто. И вот эти штуковины теперь кнедлики варятся, как хорошо. Вот. Они должны достаточно долго вариться, потому что они толстые. Нужно время, чтобы они прогрелись и сварились. Вот лучок начинает. Тихонько здесь прижариваться. Ну, пусть себе жарится, потому что я возьму сейчас за другие грибы. Которые называются шампиньоны. Сейчас будет хирурги. Лишние эмоции только мешают. Умиление неуместно. И забудьте про жалость. Я буду ему перебивать суставчики. Никаких сантиментов на мужской кухне. Ну, что с шампиньонами. Ребята, смотрите. Вот этого не надо делать, то, что я сейчас буду делать с шампиньонами. Смотрите-ка. Вот этого. Очищать шампиньоны от кожицы. Вот от такой. Видите, как я ее задираю? Не надо. Это я вам сейчас показываю, как не надо. Потому что вот это совершенно лишняя работа. Вот есть такие дамочки, которые вот им делать нечего дома. Вот они чистят шампиньоны, понимаете. Совершенно незачем это делать. Это совершенно лишняя работа. Вот смотрите-ка, у меня жарится лук сейчас. Почему я сказал, что я буду его растушивать? Добавлю еще немного растительного масла. Мне надо, чтобы лук такой был. Чтобы он растворился в результате. Потому что лук растворился. Ну, в соусе, естественно. Мы сейчас соус готовим. То, чтобы он растворился, значит, такой прием. Вот лук поджарился немножко. Я в него, бац, воды, посмотрите. И вот теперь лук немного потушится. А потом вода испарится, он снова будет жариться. И так я сделаю несколько раз. Тогда лук даст мне хорошую консистенцию того соуса, который я сейчас готов. А я нарежу шампиньоны. Я нарежу их достаточно грубо. Я их просто вот так вот, знаете ли, нарублю. Здесь не нужно быть очень четким, очень строгим. Просто нарубить грибы. И у меня тем временем, посмотрите, закипают уже сухие грибы. А я себе потихонечку вожусь с шампиньонами. Сейчас посмотрим на лук. Видите, лук, вода выкипела, и лук снова начинает прижариваться. Но он еще не поджарился. Вот сейчас он немножко поджарится. И я снова в него добавлю воды. Не смотрите, что у меня такой нож. Я люблю работать таким вот китайско-японским ножом. Это ничего не значит. Это совершенно не обязательно. Нож может быть любым. Вот видите, лук опять поджарился немножко. Лук прижарился, и я снова налью в него немного воды. И он опять будет растушиваться сейчас. Вот к недлике я чувствую, что они становятся легенькими. Они уже не такие тяжелые. Сейчас я их прикрою немножко крышкой. А лук благодаря такому способу, видите, получается таким равномерно коричневым. Потому что вода растворяет все вот эти прижарки. И равномерно отдает их снова луку. Лук такой получается карамельный. Карамелизованный лучок получается. И крайне он получается нежный и мягкий. Шампиньоны, как вы понимаете, гриб нейтральный. Это достаточно мягкого вкуса гриб. И вот чтобы усилить грибной вкус здесь, я поэтому варю еще и сухие грибы, лесные грибы. Это подберезовики и подосиновики. Чтобы вот усилить вкус. Ты любишь изысканность? Не смотри. Мать вашу, где салфетки? Ты ценишь утонченность? Не слушай. Женщинам смотреть не рекомендуется. Обед безбрачия. Вот лучок опять жарится. Видите, какой он красивый, коричневый. Я в него опять водички дам. Это уже последний раз. Больше я в воду добавлять не стану. Сейчас она снова испарится. Вот так. И теперь я потихонечку буду перемешивать шампиньоны и лук. Пусть оно себе жарится. Я буду делать такой, знаете ли, густой, обильный грибной соус. Теперь сухие грибы. Я сейчас сухие грибы откину. Откину. Бульон мне нужен от них. Я сейчас их остужу и промою немного от песка. Песок на них может еще оставаться. И теперь сухие грибы, посмотрите. Я тоже нарежу. Я быстренько их нарублю. Меленько нарублю. А вот этот грибной отвар, он мне тоже крайне важен. Я его не буду выливать, поэтому я сейчас его вылью какую-нибудь высокую чашку. Вы потом поймете, почему я выливаю его в чашку. Вот я выливаю грибной отвар, смотрите, в чашку и пусть он пока стоит. Сухие грибы. Они еще не совсем остыли, но я уже могу до них дотрагиваться. Я нарубил. Не удивляйтесь тому, что сухие грибы сварились так быстро, потому что они ведь тонко были нарезаны перед сушкой. И они очень быстро варятся, в отличие от целых сухих грибов, которые вариться могут долго. Вот. И вот теперь я эти грибы тоже отправляю к шампиньонам. То есть у меня такая получается смесь грибов. Вот какие кнедлики у меня хорошенькие. Они немножко увеличиваются в объеме, потому что хлеб несколько разбухает. А вот они грибы. Сейчас я немножко грибы присолю. И пусть они хорошенько обжарятся сейчас. Вот так вот. Вот видите, какие они? Вот это хорошая штука. Это, конечно, навряд ли ежедневная еда. Но так вот в воскресенье, знаете ли, в субботу, в выходной день. Ну, не себе любимому, конечно. Все-таки надо кого-то позвать. Показать свое искусство. Повторю вам, что это всего лишь я вам показываю идею сегодня блюда кнедлики с грибным соусом. Но завтра это может превратиться в гарнир. Это хороший гарнир к свинине. Я вам сейчас не буду показывать, как готовить свинину, потому что это было и будет. Но есть такая еда, которая сегодня гарнир, а завтра самостоятельное блюдо. Поэтому вот этот кнедлик с грибным соусом хороший аккомпанемент к жареной свинине, к запеченной свиной ножке, к рульке, к свиным ребрышкам. Шикарная вещь. То есть вот к таким жареным большими кусками мясом. Даже если это говядина или телятин. И даже к баранине это будет совершенно не лишним. Увлекательнее, чем гонки. Рулька получилась так, где-то у него так размер четвертый. Драматичнее, чем футбол. То, что куриное, называется яйцо. А то, что не куриное, называется яичко. И жестче, чем бои без правил. Научите своих друзей вставлять. Мужчина один на кухне. Обед безбрачия. Посыплю грибы мукой. Вот так вот поверху. Это для того, чтобы загустить будущий соус. Аккуратненько перемешаю. Для сытности, потому что у нас сегодня нет мяса, добавлю сюда хороший шматочек сливочного масла. Все поджарил. Видите, грибы немножко склеились, потому что мука их склеивает. Так вот, когда я вылил это в высокий сосуд, грибной, в частности, в чашку, весь песок уже на дне, он сел на дно. Поэтому я сейчас могу аккуратненько слить сверху из чашки бульон, но не до конца. И тогда часть бульона с песком останется внизу. Я уже больше этот бульон использовать не буду. Это способ не процеживать бульон через марлю, которая задерживает песок, а поступить именно вот так. И вот у меня получается сейчас такой густой соус, потому что там есть мука, сливочное масло. И теперь я хочу немного забелить. Да, этот соус, да, немного в него молока. Хотите сметаны, хотите сливок. Вот так. И сейчас я этот соус поварю. Все грибы в нем готовы, на самом деле. Просто нужно, чтобы жидкость сейчас напитала от грибов ароматов. Вот так хорошо у меня булькает соус. Хотите, считайте, что это такой густой грибной суп. Ради бога. Вот так. Теперь посмотрите, какие красивые кнедлики. Они увеличились немножко. Они наверняка внутри уже готовы. Они равномерно прогреты. И сейчас мы их будем подавать. Я только возьму немного зеленого лука и немного укропа. И нарежу, нашинкую все это. Ну, чтобы зелененьким посыпать сверху. И сейчас посмотрите, как это просто подается. Мужчины всегда любят много соуса. Чтобы соуса было много, чтобы было сочным. Посмотрите, сколько я соуса сделал. А раз так, то нужно подать это в такой тарелке, в которой соуса много можно удержать. Очевидно, что я буду пользоваться тарелкой суповой. Вот она, суповая тарелка. Много соуса. Хотите, называйте это супом грибным. Таким густым грибным супом. Теперь я беру черпак. Посмотрите, сколько я налью сюда этого соуса-супа. Вот так вот. Много. Откровенно много. А теперь я уже могу, смотрите-ка, ложкой взять эту штуковину и вот так вот положить. Посмотрите, не мужская ли это порция? Мужская порция вполне. Шикарная мужская порция. Теперь я его еще сверху вот так вот оболью соусом. Чтобы было так колоритно, много, обильно. Ну и сверху для ароматов, для свежести посыплю, все вместе посыплю зеленью. И шарик сам, и соус. Вот получается такая мужская штучка. Повторяю, сейчас это самостоятельное блюдо, а это может быть и полноценный гарнир к еде. Итак, дорогие друзья, посмотрите на эту хорошую обильную тарелку. Вроде непонятно, что здесь лежит, но я вам скажу, что здесь лежит хлебный кнедлик с петрушкой, с яйцом. В окружении обильного, вкуснейшего, ароматного грибного соуса, который приготовлен из двух видов грибов. Из сушеных лесных и из шампиньонов. Так что, ребята, попробуйте это воспроизвести. Если у вас, не дай бог, получится, вы можете эту тему дальше развивать, превращая этот кнедлик уже в гарнир к любому мясу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!